Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Игра в волнах. Арнольд Беклин. 1883 год. Кост масла. 180 на 238. Новая пинокотека Мюнх. Океанская херцозная сцена с волнующим морем, тревожными нереидами и резвящимися в воде беззаботными кентаврами. Беклин часто писал представленные здесь тритонов морских кентавров, рецептворяющих мужскую эру. Обращает на себя внимание история возникновения данного сюжета. Художник изобразил реальные события, преобразив лишь символическую канву. Беклин проводил летние отдых с семьей своего друга, исследователя морских глубин Антона Дорна на острове Иския, Италия. Во время изучения морского дна Дорн неожиданно выскочил из воды около одной из дам, чем повер эту даму в паник. Происшествие отразилось внезапной вспышкой воображения Беклина. Он перенес в этот момент мир сказочных и опасных морских существ. Картина поражает своей отравенной реалистичностью, эффектом присутствия. Этому способствует выбранная композиция, буйство сил волн без намека на горизонт, отсутствие устойчивой точки. Взгляд перемещается с волн на выражение ли. Тритоны веселятся, наяда беззаботно ныряет, а героиня на первом плане, смотрящая как бы в сторону зрителя, испытывает животный страх в глазах надежды на спасение и одновременно ощущение загнанности, тупика. Этот большой холст привлекает внимание полным ощущением нестабильности, даже ужаса и угрозы, которые исходят от него, несмотря на, казалось бы, простой мифологический сюжет. Арнольд Беклин – знаменитый швейцарский мастер эпохи символизма. Этот художник повлиял на образный ряд большинства живописцев своего времени. В начале творческого пути он занимался по преимуществу пейзажами, в которых главными были символическое, многозначное читаемое настроение и передача внутреннего мира. После 1860-х годов он начал изображать мифологических персонажей, выражавших начало мироздания. Этот пантеизм очень повлиял на всю эстетику символизма. Вот такое описание я нашел в картине «Игра в волнах» Арнольда Беклина. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok